Всем привет! На связи я Андрей Буйлов, это проект «Сил без воды» и сегодня мы с вами поговорим о ситуации, когда на сайт заходит много отказного трафика с нулевым временем на сайте. Подписчик канала Денис спрашивает. Google Аналитика показывает, что 80% трафика на сайт – это заходы с нулевым временем на сайте и со 100% отказов. Как я понимаю, это бот-трафик. Получается, что сильно страдают поведенческие факторы. В течение суток позиции некоторых страниц то падают, то повышаются. Раньше позиции были стабильны и более высоки. Что с этим делать? Как бороться? Подключили Firewall на Cloudflare, но пока результатно спасибо. Ну, во-первых, посмотрите, как Google Analytics считает отказы. То есть там есть история с тем, что отказом он посчитает и просто просмотры одной страницы. А таких просмотров, ну, в общем, много. Ну, большая доля естественных просмотров таких, то есть человек посмотрел, даже если он удовлетворил свою потребность на сайте, он страничку эту часто закроет, не проходя дальше по сайту, это будет у вас считаться отказом. Вот, посмотрите, как Google Analytics у вас это считает. Дальше. Если действительно, ну, заметная доля с нулевым трафиком, ой, с нулевым временем на сайте и стопроцентными отказами, ну, без учета вот этой особенности, то действительно заметная часть этого трафика – это ботовый трафик. И часть этого ботового трафика – это просто, ну, как бы, реальные боты, которых Analytics не отделил. Ну, то есть, как бы, это боты, которые не специально хотели что-то нагадить на вашем сайте, а просто вот они зашли, и Analytics их почему-то посчитал как людей. Ну, такие вот у них были свойства у этого бота, что он там и страничку открыл, отрендерил, он ее увидел. Ну, в общем, для Analytics он посчитался как почти человек. И часть этого трафика – это будет нагул пользователей, то есть это нагул, точнее, профилей под последующую накрутку. Особенно, если мы говорим про Яндексовый трафик, то в Яндексе это очень массово сейчас. Перед тем, как накрутить какой-то сайт, пользователи, ну, вот эти псевдопользователи, боты, ходят по каким-то ресурсам, на какие-то они заходят из поисковой выдачи, а на какие-то они заходят просто напрямую. Вот, поэтому, ну, такие заходы – это может быть признаком вот такого нагула. Сам по себе такую нагул, по моим наблюдениям, не вредит сайту. Ну, если сайт не падает при этом, то не вредит. Но часто такой нагул предшествует старту накрутки в этой тематике. То есть часто профили нагуливают именно на сайтах той же тематики, и часто после этого, там, через несколько дней после этого, этот псевдопользователь зайдет в топ, в выдачу по какому-то, в Яндексе, в выдачу по какому-то из ваших запросов, по которому ваш сайт, например, на первой странице. Кликнет, ну, с какой-то вероятностью именно по нему, и быстро с него, ну, выйдет. Ну, скорее всего, это будет не нулевое время, а там чуть подольше, но все равно он выйдет, вернется на выдачу, и кликнет по накручиваемому сайту, и на нем останется. И вот это уже для вас будет негативная история. Все способы, связанные с фаерволами и прочего, не особо помогают, во-первых, а во-вторых, очень часто проблемы не создают больше, чем профит. То есть я много за последнее время видел истории, вот клиенты приходили с такими сайтами, которые уже там, которые уже пострадали, на консультации приходили. С истории, когда они через Cloudflare или какую-то систему стали закрывать то, что им не нравится, то, что они считают, что им вредит для продвижения, что это боты, и закрыли то от одних важных ботов, то от других. Ну, то есть один сайт вылетел в Гугле, другой вылетел вообще везде, поэтому это такая штука, ну, опасненькая. То есть если вы не на 100% разбираетесь, как это все надо делать, то это еще и вредно, ну, а если разбираетесь, то, скорее всего, не особо будет полезно. Ну, кроме некоторого снижения нагрузки на сервер, обычно пользы это особо не несет. На это все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.